безусловно если бы был триумфальная скажем так триумфальной наступательной операции привели к быстрому узнать и уничтожению второй армии мира который вчера все считали но имеется это такое да и при этом мне всегда поражает этот очень странный анализ смотрите там накопилось 400000 вы можете их за два с половиной дня без оружия уничтожить конечно вас есть саперной лопатки да можете дойти до финала конечно и так далее и мне знаете как бы для свободного общества любая дискуссия это всегда отлично ну вот сейчас идет дискуссия а все ли мы дали например с одной стороны мы берем вашингтон пост все ли мы дали правильно ли мы планировали операцию и когда ты говоришь о том что если ресурсов 20 процентов от заявленного и например отсутствует авиационный компонент у наверно продвижение будет немножко другим и опять же это нормально в рамках диалога что нужно делать чтобы продвижение было другого типа да и так далее что касается это то что касается в вашингтон после вообще честно говоря вот на все публикации последние да то есть и там экономист неплохая была публикация хотите ли вы чтобы путин выиграл и вот эти публикации с точки зрения планирования военных операций что они все-таки должны опираться на более четкий математический анализ о чем кстати я неоднократно говорил мне кажется что это позитивный сигнал то есть идет переосмысление но что шапками забрасывает такая красивая фраза закидали шапками оппонента который на самом деле в этой войне тоже мобилизует весь свой ресурс я про российскую федерацию весь свой ресурс весь в пока все что могли найти на внешних рынках понятно не так много предложений у россии это северная корея иран в основном и так далее но тем не менее тем не менее оппонент тоже бросаются ресурсы и вот это знаете такая такой поверхностный что ли поверхностная оценка российской федерации уходит в небытие да это не значит что завтра опять же будут внесены все правильные коррективы нет это еще потребуется какого-то диалога мы с вами видим что это диалог идет вокруг сегодня вообще финансирование военных программ я не сомневаюсь что военные программы будут продолжены для украины потому что фундаментально четко хорошо поставленный сегодня звучит вопрос следующим образом точно хотите чтобы путин не проиграл и соответственно имел глобальное влияние которое будет определять ваши безопасностные контуры это то что касается западной публикации что касается публикации о конфликтности или не конфликтности военными военно-практическом руководстве украины но честно говоря безусловно в живом мире в живом подчеркиваю мире не в авторитарном мире него всегда есть взаимная опять же внутренние в том числе конфликтная дискуссия что это значит это значит что есть вертикаль управления в ней сэо это президент зеленский есть операционные директора если можно так выразиться да по направлениям то внешняя политика экономика военная экономика и в том числе боевые действия по линии фронта так вот безусловно сэо может говорить вот мне нужны такие-то результаты вот какие-то ресурсы и так далее если результаты не достигнуты конечно же на том или ином коллективном мероприятии под названием на береставка или военный кабинет проходит обсуждение что нужно сделать чтобы внести коррективы опять же и чтобы эффективно действия по тому или иному направлению на мой взгляд это хороший принцип внутреннего управления как такового не более но и не менее того искать в этом чрезмерную политизацию теперь перехожу в то что традиционно свойственно украинского политическому процессу что нам свойственно с я симпатия к этому отношусь такая знаете чрезмерная конфликтность чрезмерная обидчивость чрезмерная поиск темной кошки в тем не светлой кошки наверное в темной комнате но тем не менее вот эти публикации о конфликте господина зеленского и господина заложенного они появляются регулярно считают ли в офисе президента необходимым как-то это комментировать не знаю может быть какую-то показательную встречу провести или пусть все пишут и пишут как говорится собака лает караван идет ну во первых я комментирую постоянно не забываем об этом во вторых вы знаете ну они будут все время публикации почему потому что мы в информационной эре да то есть все время нужно искать что-то что будет вызывать всплеск интереса как такового а что может вызывать всплеск интереса это интрига о том есть конфликт нету конфликта есть у кого-то политическая амбица или нет это будет постоянно вы хотите каждый раз или смотрите у нас нету конфликта это будет выглядеть мне кажется немножко нелепо и будет резко приземлять но репутации статусы людей которые должны будут все время выйти в обнимку сказать им и тут большие друзья и тогда еще раз подчеркиваю большой дружбы не может быть если ты занимаешь определенной вообще на мой взгляд эффективная система управления построить должна быть построена на скажем так ровных профессиональных отношений оценки компетенции они потому что мы тут друзья или не друзья или не другие да и так далее тогда это будет более объективно я бы так сказал холодная система управления да то есть когда ты не эмоцию ставишь не свое отношение кому-то прежде всего а оценку объективную оценку его компетенции и тех результатов которые достигают в рамках стратегического плана и тогда это будет более менее понятная управляемая структура каждый раз вы ходите проявлять эмоцию что мы друзья до через какое-то время это во первых опять же создаст такую иллюзию но это наверно постановочная вещь кстати даже если это сейчас сделать то всегда будет находиться большой круг людей которые будут говорить что это пиар постановка это первая составляющая там у которой свойственно современной информационной эпохи есть вторая составляющая россия в любом случае будет инвестировать много денег в масштабирование повторов той же темы напомню что тема конфликта между военными политическим руководством украины несмотря на то что здесь у нас строгая вертикаль управления как таковая именно военно политической сфере и так далее она с первого дня поддерживалась российской федерации помните буквально сразу вот после объявления войны путин вышел сказал смотри мы предлагаем военным совершить военный переворот мы с вами быстро договоримся и так далее вот эта тема периодически возникает обрастая деталями и так далее что такое детали детали это правдоподобие да нужно создать какое-то правдоподобие и если например вот возвращаясь к тем или иным публикациям украинской прессе если например жесткие дискуссии на той же ставки да безусловно могут ли они быть конечно же результаты не настолько эффективны как хотелось бы получить правильно и соответственно любая дискуссия в профессиональном сообществе в данном случае на ставке или на военном кабинете будет жестко вот исходя из этого создавая иллюзию правдоподобности ухты у них жесткая дискуссия значит есть конфликт и так далее я бы рекомендовал в этом этапе войны а это этап стагнации длинной войне он очень тяжелый психологически он наверное даже в чем-то похуже чем первое ну первые дни конечно самые тяжелые были когда не было ощущения что точно украина устоит я меду мы с вами слышим до западное мнение о том что мы не думали о том что в течение двух-трех дней украина не падет и так далее вот сейчас точно такое же сложное психоэмоциональное состояние этап стагнации то есть когда люди несколько растерянные люди не понимают что если ждали наступательных операций они понимали все завтра будет там прорыв к азовскому морю или прорыв собственно к крыму как таковому и дальше события будут разворачиваться крайне стремительно сейчас требуется переосмыслить все это внести коррективы опять же найти эмоции позитивные не только по эмоции разочарования но и двигаться дальше михаил а можете ли вы подтвердить или опровергнуть все события ну такой уже исторический как бы да факт с вашей стороны подтверждается или нет что события действительно развивались так как были описаны в вашингтон пост что ну условно говоря там американские советники предлагали сконцентрироваться на одном направлении украина выбрала три направления наступления и вот в результате получилось то что получилось так описано это вашингтон пост не все так на самом деле было однозначно есть субъективное отношение журналистов которые часто там какие-то фрагменты того что происходило берут и на базе этого уже развиваются как же было теории заговора смотрите на самом деле давайте сначала о к сожалению скажем да вот к сожалению что к сожалению опыта большой масштабной войны с маневренным компонентом ни у кого нету есть теоретические представления о том как нужно воевать да допустим вот нет опыта что на сегодняшний день механизированные большие колонны которые должны куда-то зайти они не действенны потому что и тут мы говорим о дронах мы говорим о минных полях там с чрезмерным коэффициентом минирования и мы говорим о системам радиоэлектронного подавления что не позволяет вести эффективную коммуникационную составляющую в этих механизированных колоннах ну и дроны как я сказал они могут там особенно дешевые дроны и в пиви дроны они могут там тотально сносить всю технику буквально до в считанные минуты и соответственно живучесть нам техники на поле боя очень низко так вот когда ты колонну это заводишь а это были основные аргументы людей которые не имеют еще раз подчеркиваю практического опыта но теоретически по опыту других прошлых воин которые там были сто лет назад ну или чуть меньше лет назад они считают что это действенный инструмент вот вот в этом дискуссия что такое современная большая война подчеркиваю для многих стран в том числе стран которые входят военный альянс есть опыт проведения маневренных маленьких скажем так боевых действий в размере спецназа да там 5 10 15 тысяч и соответственно против нет настолько эшелонированной обороны что продемонстрировала российская федерация вот в этом в принципе и и и и и весь анализ да ну то есть грубо говоря если нету ни у кого опыта то точно нащупать программы эффективного воздействия на воронительные порядки россии было тяжело сейчас понятно что ключевые инструменты опять же ключевые инструменты вот сейчас после скажем так не совсем успешных наступательных действий понятно что ключевые инструменты один из которых и вчера был но он не был до конца задействован это дальнобойное уничтожение логистики логистики снабжения подвоза бка ну боеприпаса как такового и так далее это это по сути ракеты до которых был дефицит у украины вторая составляющая это радиоэлектронная война по сути то есть радиоэлектронный контроль над линией фронта в том месте где ты проводишь наступательные операции это рейбы их должно быть гораздо больше разных модификаций третья составляющая которая уравновешивает например дефициты артиллерийские ну и там износы артиллерийских стволов это конечно же дроны разных модификаций в том числе дешевые дроны потому что стоимость дрона например от 300 до 800 долларов с боезапасом да и так далее он гораздо более точен там 47 60 процентов точности если он не будет сбит и так далее например снаряд стоимость там от трех с половиной до четырех с половиной тысяч долларов и при износе ствола определенном износе ствола точность конечно артиллерийской стрельбы гораздо ниже но тем не менее это такой знаете просто забросать снарядами определенную территорию вот эти все скажем так опытным путем полученные данные они конечно сейчас будут существенно менять тактику и на мой взгляд тут я скажу несколько слов позитивных о господине заложного он принял верное решение уйти от механизированных колонн соответственно перейти в работу штурмовыми группами которые должны были бы проходить сквозь минные поля но и обеспечивать плацдармин и небольшие плацдармин и захваты скорость продвижения резко упала вот тут вопрос другой вопрос том что даже когда стало понятно что невозможно эти масштабными колоннами перестройки всей тактики ну как бы или стратегии никто не начинал производить потому что не понимали как действовать еще раз давайте здесь подытожим война нового типа в ней применены новые технологические виды оружия в ней проверим опять же применены количественные параметры те которые не использовались последние 50 лет не в одной войне как таковой в ней применены большие объемные оборонительные сооружения что россия там в течение восьми месяцев подготовительных работ делала по всей оккупированной территории все это требует анализа спокойного анализа математического анализа да и выработки новых тактик которые еще раз подчеркиваю не прописаны в учебниках на для меня это все выглядит как достаточно но хорошая понятно информационная база на базе которой можно готовить новую тактику или новую даже стратегию что касается помощи со стороны соединенных штатов потому что тут пришли приходит сообщение что если конгресс не сделает новых ассигнований одобрит новых ассигнований то деньги закончатся до конца года одновременно вот постоянно высказывается мнение что дескать украину так или иначе подталкивают к переговорам и к тому и она может уйти в или она может уйти в оборону как раз для того чтобы получить передышку насколько опасным насколько сейчас вы видите вероятным точнее то что украина может остаться без американских денег из-за того что конгресс не примет такого решения ну к сожалению внутренняя политика соединенных штатов очень такая дискуссионная конфликтная сейчас тоже но как и многие политики в разных странах да я имею ввиду внутренние политики и там дискуссии сложные на самом деле все что касается помощи синхронизированной помощи израилю и украине мне кажется что там есть уже консенсусное решение да нужно выделять единственное очень жесткий спор идет и опять же нету по моему договоренности это все что касается трансграничных ограничений по границе соединенных штатов и мексики как таковой да ну то есть все что касается вот этого Но в этой дискуссии между демократами и республиканцами, она до сих пор очень жесткая, решения нет. Они все взаимосвязаны. Три компонента. Израиль, Украина, как обязательная военная помощь с точки зрения тех позиций, которые Соединенные Штаты хотят занимать на глобальном рынке, на позиции лидерства. Ну и вот третья составляющая, это, конечно же, все, что касается безопасности границы. Но посмотрим. Я все-таки оптимистично смотрю, потому что, опять же, вопрос в том, что либо-либо, либо Соединенные Штаты доказывают, что они единственные, ну, я имею в виду единственные с точки зрения глобального лидерства от демократического лагеря, и либо они уходят во внутреннюю изоляционистскую политику, которая приведет к обрушению остатков глобальной системы безопасности, к доминированию там хаоса, к доминированию терроризма как инструментов. Очень много разных будет процессов, крайне негативного толка, и, соответственно, Соединенным Штатам придется думать не о финансировании, строительстве дополнительной стены на границе с Мексикой, а гораздо больших инвестициях в оборону в разных регионах, потому что так или иначе это будет касаться безопасности Соединенных Штатов, и причем, наверное, придется где-то и участвовать непосредственно. Поэтому, мне кажется, тут выбор очевидный, выбор в пользу поддержки Израиля, чтобы он закончил ту работу, которую начал на территории сектора газа. Ну и, соответственно, инвестиции в Украину обязательны, потому что это вопрос существования такой на сегодняшний день системы, которую предлагает путинская элита, как таковая. Поэтому, в принципе, дискуссия будет идти, и я думаю, что эта дискуссия приведет к позитивным результатам для Украины. Что касается стратегической обороны, так у нас и так, у нас же, скажем так, система комбинаторная, комбинированная система. Есть направления, где Украина находится в стратобороне, да, безусловно, мы видим Донецкое направление, очень активные оборонительные порядки там Украины, маневренная оборонная война. Есть направления, где продолжаются, собственно, наступательные операции, это Юг и Запорожское направления. Есть стратегические направления, которые будут определять снабжение оккупационной группировки. Задача до конца не решена, это все, что касается уничтожения военных целей на полуострове, прежде всего, транспортной инфраструктуры как таковой. Поэтому я бы сказал, что эта система стратобороны, она уже работает как таковая. Еще раз подчеркиваю, Россия отправила весь накопленный ресурс, то есть все, что есть, направлено на войну в Украине, потому что цель стоит так. Либо мы проиграли, либо не проиграли. И теперь возвращаемся к вашему интеллигентному, очень хорошему слову, переговоры. Нету переговоров, Россия не предлагает переговоры, Россия продолжает настаивать на ультимативном исполнении ее капитулянских запросов. Капитулируйте в том или ином виде. Что такое капитуляция? Капитуляция есть разная. Если вначале они предлагали полностью отдать им под контроль, под эффективный де-факто контроль всю территорию Украины, то сейчас они говорят, давайте так, вы капитулируйте, то есть вы не сможете забрать у нас обратно оккупированные территории, мы там остаемся. И, соответственно, мы таким образом получаем оперативную паузу, потому что мы в любом случае от глобального плана контроля над всей территорией Украины не отказываемся. Поэтому здесь это фиктивное слово переговоры, нету как такового субстрата переговорного. Поэтому, соответственно, к сожалению для нас всех ситуация выглядит следующим образом. К сожалению, война должна привести к обрушению российской политической системы. Для этого, второе, нужно, чтобы вот эти переосмысления того, какая помощь, в каком объеме, какие технологические решения для Украины, чтобы она была принята. И я вижу, опять же, изменения в риторике представителей элит стран-партнеров. И третья составляющая, эта помощь действительно должна быть в полном объеме и своевременно, с учетом дополнительных инвестиций Украины в собственные военные производства, мы наращиваем производство и дронов, и дальнобойных ракет, и снарядов, как таковых, 152 и 155 даже, калибра, чтобы все это было соединено в одном пакете. Михаил, последний вопрос. Просто у нас периодически есть, у нас есть такой политик Григорий Юлинский, и он все время выступает с предложением прекращения огня по обе стороны. Вот прямо сейчас. Если раньше это предложение казалось на руку Путину, потому что Украина готовилась наступать и готовилась отбивать территории, то сейчас, переходя в оборону, возможно, это предложение стало приемлемым или нет, если будет предложение прекращения огня с обеих сторон. Как отнесется к этому Киев? Смотрите, во-первых, эти предложения абсолютно базируются на отсутствующем понимании природы войны и того, что происходит внутри войны. Я понимаю, оксюморон, звучащая явлинская политика, это несколько странно для меня звучит, и, по-моему, для него политика закончилась лет 15 или 20 назад, как таковое. Просто есть медийная активность. Так вот, нету такого понятия, как прекращение огня для незавершенной войны. Да, ситуативная пауза может быть, но эта ситуативная пауза постоянно будет разрываться ударами крылатых ракет по территории Украины. Почему? Потому что Россия, наоборот, она уже показывает более наглые формы поведения на внешнем рынке. Она, соответственно, как только поймет, что вот мы подзаморозились, соответственно, мы начинаем обратно доинвестировать свою военную компоненту, и, соответственно, в какой-то момент Россия опять начнет атаковать крылатым ракетом, и говорит, что, смотрите, они же нас провоцируют. Нацисты пошли на народ Донбасса опять, они там вырезают 20 младенцев прямо по линии фронта, там они находились, почему-то сами пришли. Вот нацисты украинские их вырезают. Я сейчас сарказмом говорю, но, в принципе, вы понимаете, что российская пропаганда может постоянно возвращаться в эту конву и, соответственно, будет оправдывать нанесение, еще раз повторяю, нанесение ударов крылатыми ракетами или дронами, даже не по линии фронта, а в глубину Украины как таковой. То есть прекращение огня не решает фундаментальный вопрос незавершенной войны. То есть те вопросы, которые эта война подняла, это вопросы суверенного развития Украины как такового, самостоятельного развития Украины как такового, и существование России в концепции тоталитарного подавления, то, что Путин делает, то есть когда нет ни внутренней политики, ни внутренней конкуренции, ни свободы слова, ни каких-то прав человека на территории России, то вот это противоречие, оно не будет разрешено. Соответственно, оно в любом случае периодически будет возникать заново, опять же, с геноцидными практиками со стороны России. Есть одна проблема. Чем дольше Россия будет иметь возможность инвестировать свое военное производство, вы видите бюджет 2024 года, тем больше шансов, что война возобновится с учетом, в большом объеме, опять же, на третьем этапе, с учетом всех правок, которые нужно внести, исходя из тактики и стратегии. То есть Россия апгрейдит свою армию, первое, второе, апгрейдит свое ВПК, третье, будет накопление другого типа ресурсов, не старых, там, Т-64 или Т-72, а немножко другой технологии, те же дроны, те же ракеты и так далее и тому подобное. Соответственно, третий этап, пока не будет разрешено ключевое противоречие. Имеет ли право Украина существовать? Для России, для нынешней России, этот вопрос однозначно имеет негативную коннотацию. Украина в таком виде существовать не должна, она должна быть точно уничтожена, ее субъектность должна быть прекращена, на территории Украины должно быть марионеточное правительство. Где вы здесь видите возможность для урегулирования хотя бы частичного или временного через прекращение огня?